В годы Великой Отечественной войны эта дорога, ведущая из Симферополя в Алушту и прилегающие к ней леса, были местом ожесточенных боев. Схватки крымских партизан и немцев здесь практически не прекращались. Немцы опасались передвигаться по этому участку, поэтому везде были установлены плакаты «Обстреляй поворот! Внимание, партизаны!». На Ангарском перевале сражались бойцы Алуштинских, Евпаторийских и Симферопольских отрядов. После войны в память об их подвигах здесь установили мемориал «Партизанская шапка». Это огромная диабазовая глыба в виде партизанской папахи с красной гранитной лентой. Рядом на плите высечены мужественные лица защитников. Ежегодно благодарные потомки отдают дань памяти партизанам и подпольщикам. В Крыму действовало 20 советских партизанских отрядов и 106 подпольных групп. За два с половиной года борьбы с фашистскими оккупантами они провели более 250 боев. Взяли в плен свыше 4000 вражеских солдат и офицеров. Впустили под откос 79 эшелонов. Сегодня мы отмечаем 70-ю годовщину традиционной партизанской маёвки на Ангарском перевале. Она проходит у двух памятников. Это партизанская шапка, где мы были до этого, и памятный знак партизанам и подпольщикам здесь, на Ангарском перевале. Два года подряд из-за пандемии партизанскую маёвку не проводят. Татьяна Семюсова с трепетом вспоминает, как раньше здесь собирались тысячи людей. Ветераны партизанского и подпольного движения, а также родные погибших фронтовиков. Это, конечно, были незабываемые дни, потому что это была радость встреч со своими однополчанами. Партизанская маёвка – это дань памяти и всенародного уважения тем, кто боролся с фашистскими захватчиками в тылу врага. Айша Шулакова, Рамазан Алевапов, телеканал «Милец», Симферопольский район.